Как дела, джентльмен? Я думаю, вы догадались, о чем пойдет речь в сегодняшнем ролике. О силе удара. Рекорд. Второй гад. Буквально недавно возник в комментариях вопрос, сколько я выбиваю на аттракционах, которые меряют силы удара. И сегодня, отдыхая с семьей, я на первом попавшемся аттракционе проверил, на что я способен. И нанеся сокрушительный удар, я остался, в принципе, довольным. Скажу сразу, это я не первый раз пробовал. И отмечу, что аттракцион аттракциону рознь. Все зависит от его поношенности, какие в нем стоят датчики, на какой поверхности он находится. Если мы работаем на асфальте, на песке, на плитке, все это разнится. Но суть заключается в том, что всегда я выбиваю больше 900 килограмм. А сегодня какой-то вообще боковой лупанун такой, что тренажер заглючило. Реально я был в шоке, думал, сейчас надо от него по-тихому уходить. У меня у самого нет никакой желания проверять, отлетит ли у кого-нибудь башка от моей оплеухи на улице или нет. И вам советую того же, все конфликтные ситуации обходить стороной. Если за спиной нет семьи или стены, лучше спастись бегством. Как говорится, худший противник это бегун. Если он сильнее, ты от него не убежишь. Если он слабее, ты его не догонишь. Я в жизни своей не так много конфликтов было на улице. Разрешались они действительно одним ударом. Но бегством никогда не спасался. Хотя ситуации бывают разные. И порой лучше действительно поступить именно так. Развивая тему на паутирующего удара, хочу отметить, что на улице далеко не всегда есть возможность его нанести. Опять же, куча факторов, которые негативно влияют на силу удара. Это одежда, отсутствие разминки, поверхность, на которой вы находитесь, место, где это все происходит, количество соперников, точки их нахождения. Все это очень сильно влияет. И по большому счету, к счастью. Потому что в конфликте, в котором вы выиграете, могут быть судебные тяжбы, может пострадать здоровье вам противостоящего. В противном случае может пострадать ваше здоровье. Поэтому победителей в этом конфликте, в любом конфликте не бывает. Но я вам хочу сказать, что те тренировки, которые я транслирую на канале, 100% повысят ваши силовые способности. В том числе и в нанесении жестких, плотных ударов. Конечно, без техники никуда. Удар можно донести до цели. А тут и тайминг, и дистанция. Все имеет колоссальное значение. Но работая с гирями, работая правильно, вы всегда сможете на том же тренажерчике, на том же аттракционе показывать хорошие результаты. Поэтому в описании переходите. Книга о гиле, книга о изометрии вас ждет. Приобретайте. Эти два направления действительно используются бойцами во всему миру с целью повышения их силовых характеристик. В общем, ребята, избегайте конфликтов. Не впутывайтесь в истории, вам желаю. Вам показать хотел только лишь ответ на вопрос, сколько ты выбиваешь на аттракционе. А хорошо это или слабовато, пишите в комментариях. До скорых встреч. Пока-пока.